В салоне обуви Лилия большое поступление летней обуви. Всегда в ассортименте осенне-зимняя коллекция. Действуют скидки на обувь всех сезонов до 60%. Воровского 75А. Район ЦУМА. Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия» в студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Залетели под встречный грузовик. Два человека погибли в ДТП в Верхожижемском районе. Решил связной взять вот тут у нас в Чепецке. Взял с собой пистолет, в портфель, в маску. Залетел. Выстрелил два раза. Не только угрожал, но и устроил стрельбу. Достал пистолет, выстрелил вверх. Сказал, чтобы я открыл электрину, забрал айфон и все. Кировочепецкие вынесли приговор 18-летнему разбойнику Даниилу Халиулину за похищение пяти айфонов. Выпил и уснул посередине дороги. Ключи достала и вышла, стала ждать ДПС. Может, спасла вот чью-то жизнь. На хлебозаводском проезде девушка задержала пьяного водителя Пассата. Два человека погибли в ДТП в Верхожижемском районе. Там столкнулись Лада Калина и грузовик Дав. Все подробности в рубрике «Обзор аварий». Авария произошла 12 июня в 9 часов на 75-м километре трассы Киров-Советский Ранск. По предварительным данным, 52-летний бесправник на Ладе Калина врезался во встречный грузовик Дав. От удара водитель и пассажирка легкового авто погибли. 15 июня в Налинском районе столкнулись еще два встречных автомобиля «Пятнадцатая» и «Фольксваген-транспортер». По предварительным данным, 23-летний водитель легковушки врезался в фургон. Пять человек получили травмы. Также утром в Кирове на улице Преображенской произошло ДТП с участием двухколесного транспорта. 53-летняя женщина, водитель автомобиля «Датсун» на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги совершила столкновение с мопедом. В результате происшествия 58-летний мужчина, водитель мопеда, получил тяжелые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. В Тужинском районе устроил ДТП водитель «шестерки». Он выехал в кювет и врезался в деревья. От удара пострадали три человека, две девушки 16 и 19 лет, а также 19-летний молодой человек. В Кирове на улице Воровского столкнулись мотоцикл «Субару» и «Опель Мокка». Травмы получили 36-летний водитель байка и его 42-летняя пассажирка. Медики оказали им помощь. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. В Кирово-Чапецке вынесли приговор 18-летнему разбойнику Данилу Халиулину за похищение пяти айфонов. Преступление произошло в одном из салонов мобильной связи. Налетчик в маске не только угрожал персоналу торговой точки, но и устроил стрельбу. Подробности зафиксировала камера видеонаблюдения. Все произошло быстро. Видимо, выстрелы из пистолета ускорили девушку-продавца. Она не стала спорить с разбойником и открыла витрину. Достал пистолет, выстрел вверх. Сказал, чтобы я открыла витрину. Он забрал айфон и все. Я попросила, можно ли мне уйти. И он в этот момент ушла. Он расставал айфон. По словам Ольги, несмотря на маску, она узнала разбойника до налета. Он несколько раз заходил в магазин и интересовался айфонами. Даже планировал купить. За час до этого просто пришел посмотреть, есть ли айфоны, хотел взять в кредит. Созвал паспорта, с его нету. Я вернусь попозже, когда за паспортом слежу. Через час вернулся, сказал, паспорт должен привезти. Полчаса только я вот здесь ждал. После разбоя Ольга тут же позвонила в полицию. Оперативники выехали на место происшествия и предположили, что дерзкий преступник с пистолетом уехал из Кировочепецка в Киров. Были задействованы дополнительные наряды ОВО, Росгвардии. И при совместных мероприятиях подозреваемый в течение часа после совершения преступления был задержан в городе Кирове. За что сейчас сказался полиция? Обнес магазин с пистолетом. После задержания 18-летний айфона Фил Данил заявил полицейским, что совершил разбой для того, чтобы заработать. Дарить смартфоны он никому не хотел. Также парень рассказал, что пистолет у него был пневматический. Видимо, Данил предполагал, что его так быстро поймают. В Кирове у него уже были покупатели. До задержания он успел, как говорится, избавиться от айфонов. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Пистолет был изъят. На время следствия Данила арестовали. За дерзкий налет на магазин Халиулин угрозило от 7 до 12 лет тюрьмы. В итоге, по данным прокуратуры, при вынесении приговора суд учел предыдущую судимость Данила за кражу. И по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде 4 лет и 2 месяцев в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Михаил Вагин. Место происшествия. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. В Амутнинске, в городском пруду, утонул 11-летний мальчик. Трагедия произошла 11 июня. Как выяснилось, ребенок отправился на водоем без разрешения матери вместе со своими друзьями. Все подробности в рубрике «Сводка». 11 июня в Амутнинске утонул 11-летний мальчик. Как выяснилось, он отправился на пруд со своими друзьями без разрешения матери. Приятели купались в запрещенном месте. О том, что мальчик утонул, его друзья сообщили родителям. На место происшествия выезжала поисковая группа сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС. Тело мальчика нашли в 15 метрах от берега. 12 июня в Верхнекамском районе на реке Каме утонул 41-летний рыбак. Как выяснилось, мужчина отправился на надувной лодке со своим другом. Следом за ним выехал еще один приятель и увидел, что лодка перевернулась. Одного из мужчин он успел спасти, а второго нет. Его поисками занимаются водолазы. Также 13 июня в Кирове на реке Вятки обнаружили утонувшего 29-летнего мужчину. Он пропал еще 9 июня. Ушел с пляжа по улице Боровой, где распивал с друзьями спиртное. 12 июня в городе Сосновке Вятскополянского района загорелись деревянные хозпостройки. В двух метрах расположен дачный дом. Огонь перекинулся на него. В итоге хозпостройки сгорели. У дома обгорела крыша и стены. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на расположенный в трех метрах частный жилой дом с гаражом. В результате у него сгорели крыша, потолочное перекрытие, имущество в гараже. Причина пожара устанавливается. В ночь на 12 июня в деревне Лубягина Кирово-Чапецкого района загорелся деревянный дом и все постройки на участке. Как оказалось, дом был нежилым. На месте работали шесть пожарных расчетов. Спасателям удалось справиться с огнем и не допустить распространения на жилые дома. В Кирове разыскивают подозреваемых в нанесении ножевых ранений молодому человеку группой лиц. Преступление произошло в ночь на 13 июня на набережной Грина. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят помочь в розыске подозреваемых и позвонить по телефонам на экране. Алина Котрихова. Место происшествия. Так стало плохо, что пришлось вызывать скорую помощь пьяному водителю Volkswagen Passat на хлебозаводском проезде. Мужчина сначала крепко уснул посередине дороги, а потом пожаловался на плохое самочувствие. Впрочем, очевидцы догадались, что верить бедолаге на слово нельзя и стало плохо ему явно не из-за солнечного удара. Подробности в сюжете Павла Москвина. По словам водителя Passat'а Данила, ему стало плохо в пути. Сначала он якобы сразу позвонил другу, затем приехали медики и сотрудники ДПС. Полицейский мужчина сказал, что машиной не управлял. У него не вышли помощь, у него были попросили свидетелей, женщина в обморочной карте. Ну что, да, включил водитель свою другу, чтобы он подъехал. По словам очевидцев, они тоже сначала подумали, что водителю плохо и решили это проверить. Я просто мимо проезжала и подумала, что ему плохо. Девушка подумала, что оставлять водителя в такой ситуации и в таком состоянии опасно. Вызвала полицию, заглушила машину, попыталась заставить ключи, не смогла. Мужчина еще попросила, он тоже не смог. Я разблокировала дверь ему, залезла в машину, поставила на ручник. По щекам ему надавала, очнулся, он не понимает, что происходит. Вот я ключи достала и вышла, стала ждать ДПС. Может, спасла у чью-то жизнь. Тем временем инспекторы предложили водителю Данилу пройти экспертизу. Данил Леонидович, вы будете разговаривать или нет? Данил все же дунул в трубку и результат удивил всех. Оказывается, плохо ему было от количества выпитого. Результат 0. 839 миллиграммов на литр. Данил Леонидович, смотрите, показания ваши. Сейчас сонному и, судя по всему, пьяному Данилу грозит лишение прав и штраф 30 тысяч рублей. Почему мужчина оказался в таком состоянии средь бела дня в автомобиле, он так и не пояснил. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. На улице Ленина камера зафиксировала, как мотоциклист въехал в кроссовер Рено. Об этом мы в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Ленина мотоциклист зазевался и не успел затормозить перед «Иномаркой» Рено. Уходя от столкновения, он все же зацепил кроссовер. Скорее всего, ушибы получил и пассажир мотоцикла. На перекрестке улиц Воровского и Менделеева еще один мотоциклист едва не попал под удар. На повороте он подрезал машину с камерой. На улице Сурикова мамашу с коляской, судя по всему, ослепило яркое солнце. И она пошла через дорогу на красный сигнал. На улице Ленина дама с сумками торопилась перейти дорогу на красный сигнал. Автор видео ее слегка подогнал. На загородной трассе могло произойти серьезное ДТП. Водитель белого фургона не сразу заметил автомобиль с регистратором. На улице Московской автомобилисты едва не сбили странного водителя с самоката. Парень в наушниках почему-то поехал на красный сигнал. На два метра. Ты дурак. Сурицы широкие, ровно. Пока ничего. На улице Дериндяева между автором видео и водителем Субару произошел конфликт. Владелец регистратора решил предупредить шофера на Субару о запрещенном маневре. Вспоминаю, первый мой интернациональный опыт в армии. С армянами дрался, с азербайджанами дрался, с хохлами. Так поворот запрещен. Меньше спать-то надо. Соседи, которые мы вместе выросли. Здесь поворот запрещен. Михаил Вагин, место происшествия. На этом все. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на видеорегистратор, присылайте ваши видео на нашу электронную почту mpkirovsobakoinbox.ru или пишите к нам в группу ВКонтакте, место происшествия Киров. Также не забывайте подписываться на наш инстаграм и на ютуб канал Первого городского канала. С вами был Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны. Увидимся на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова